Итоги уходящей среды Счастливого пути белорусы стали чаще ездить с просроченными правами Штраф в данной ситуации будет составлять от 20 до 50 базовых величин К чему приравнивается нарушение СМС-рассылка «Бабройский ритуал» ввел новую услугу Дополнительно высылается геоточка основных мест Как это работает? А также кадровая рокировка, электронная очередь и знойный прогноз До конца августа синоптики обещают жаркую погоду Насколько максимально поднимется столбик термометра? Новые портфели Александр Лукашенко принял кадровое решение Главе государства с просьбой перехода на другую работу Обратился Валерий Иванов Он чуть больше года возглавлял управление делами президента В ближайшее время рассмотрит варианты применения его опыта в другом направлении Теперь должность займет Юрий Назаров, экс-заместитель премьер-министра Он курировал вопросы развития нефтехимии, деревообработки, машиностроения и науки На его место назначили министра промышленности Петра Пархомчика Который более 13 лет руководил Белазом Просроченное водительское удостоверение приравнивается к езде без прав Автомобилисты стали чаще попадаться с недействительными документами В прошлом году из-за ковидных мер продлили срок действия некоторых справок Среди них и водительское удостоверение Когда указ утратил силу, не все обновили документ ГАИ рекомендует проверить свои права и не оттягивать замену Штраф до 640 рублей Если же данное лицо и в дальнейшем продолжит управлять транспортным средством И в течение года с момента наложения административного взыскания Будет привлечено опять же к административной ответственности за такое же нарушение Штраф в данной ситуации будет составлять от 20 до 50 базовых величин Либо же административный арест И это нарушение уже будет рассматриваться судом Для обмена права необходимо обратиться в любое экзаменационное подразделение ГАИ В Абруське оно расположено на Лаенково 6 При себе должны быть документы, удостоверяющие личность Старое водительское удостоверение, медсправка и квиток об оплате Цена вопроса 66 рублей 6 копеек Республиканский каравай, квадратные метры и платное бронирование В Беларуси изменится работа системы электронной очереди на границе Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Аграриям осталось убрать треть полей Уже обмолочено больше 70% зерновых В закромах 5 миллионов 700 тысяч тонн Без кукурузы, гречихи и проса В лидерах Брестская область По завершению комбайны отправятся на помощь соседним регионам В стране в 2022 планируют возвести свыше 4 миллионов квадратов жилья Половина с господдержкой На рынке большой выбор и коммерческих организаций Из трендов в строительстве также возведение арендных и энергоэффективных домов В Беларуси изменится работа системы электронной очереди на границе Отменится услуга платного бронирования времени въезда в пункт пропуска из зоны ожидания Будет действовать порядок живой очереди Нововведения вступят в силу после официального опубликования Минобразование изменит условия приема россиян в белорусские вузы Абитуриенты и страны-соседки смогут поступать по результатам единого госэкзамена на любые специальности Сейчас ребят зачисляют по сертификатам ЦТ и ЕГЭ на платную форму В этом году их больше 100 человек В Беларуси на четверг объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары Днем температура воздуха достигнет 32 градусов Ночью будет до плюс 20 В целом прогнозируется небольшая облачность, преимущественно без осадков Ветер северо-восточный, 3,8 метра в секунду Бавройский ритуал вел новую услугу Теперь родственникам умерших делают рассылку в мессенджерах Организация самостоятельно составляет маршрут Указывает место, время и номера телефонов заведений для связи Сообщения с данными отправляют в Вайбер, Ватсап, Телеграм или Вконтакте Кому как удобнее Услуга бесплатная, нужно только заполнить бланк Дополнительно высылается геоточка основных мест Она позволяет простроить маршрут до места проведения церемонии В случае возникновения вопросов можно позвонить по номеру мастеру или в магазин Городской центр ритуальных услуг расположен на Карломаркса 53 Возле центрального рынка Время работы с 8 утра до 5 вечера Сма гастрономического города В Бавруйске в субботу стартует фестиваль еды В списке 11 заведений Каждая подготовила уникальное блюдо От домашних колбасок до сладкой пиццы Среди участников и кафе Амстердам Карина Гуревич попробовала сет первой Качественное мясо, натуральная оболочка, ароматные специи и талантливый повар Рецепт фестивального сета от Амстердама На тарелке традиционные белорусские колбаски Картофельное с жареным фаршем, мясная с гречкой и смесь свинины и говядины В дополнение свежие овощи и соусы Как закуска горячая очень хорошо и как основное блюдо Фестиваль готовы У нас вот национальное блюдо как раз к этому фестивалю Приходите, будем рады видеть всех И попробуйте наше фирменное блюдо Белорусские колбаски понравятся не только бобруйчанам, но и гостям города Однако сет не единственное, чем радует кафе Амстердам давно известен тематическими блюдами Кухня удивляет перед рождественским постом Днем Любленных 8 марта Есть и детское меню с необычными названиями и подачей С сентября месяца у нас включаются уже блюда, которые будут внести непосредственно позитивный акцент на осенние продукты С той же тыквой, с такими овощами, суп и пюре Довольно-таки уютный зал со спокойной фоновой музыкой Я бы даже назвала на шкафе скорее домашнего направления Потому что к нам очень много приходит семья Особый акцент здесь делают на пиццу Пепперони, Сицилийская, Тропикана, Визувий Насладиться можно как в заведении, так и на вынос Даже сделают скидку 10% Кафе открывает свои двери как для уютных посиделок Так и для больших торжеств, корпоративов, свадеб, дней рождений Амстердам – отличное место для обеда В меню 15 позиций Супы, мясо, гарниры, напитки, десерты Обновляют его каждый день 30% скидка здесь действует с 12 до 5 Работает кафе ежедневно с 12 до 23 часов в торговом центре «Корона» Гастрофест стартует уже в эту субботу Организатор – редакция газеты «Бобруйское житё» Пицца «Браво», «Артишок», «Турист», «История», «Базилик», «Пушкино-202», «Тикава» В течение 10 дней 11 заведений города будут удивлять гостей уникальными блюдами 600-граммовый сет обойдется в 22 рубля Так что самое время забронировать столик Карина Гуревич, Максим Галёнко, «Бобруйск», 360 Славная добыча В Беларуси с 20 августа открывается сезон охоты на лося, лань и благородного оленя Отстреливать взрослых самцов, в том числе трофейного качества и селекционных животных без учета пола и возраста разрешено до 30 сентября Охотиться можно с ружьем из-за сады, с подхода в течение суток и с подманиванием Этот способ станет актуален примерно в начале осени в период бона лося и оленя Разрешается использование арбалетов, а также луков При этом у охотника при себе должны находиться следующие документы Государственное удостоверение на право охоты Разрешение на добычу дико животного и охотничьего пучевка к нему Документы, подтверждающие факты оплаты государственной пошлины А также разрешение ООД на право ношения хранения оружия В случае незаконной охоты нарушитель обязан возместить ущерб, причиненный окружающей среде Штраф может достигать 9600 рублей Предусмотрена и уголовная ответственность с лишением свободы сроком до 6 лет Сразу после нас сирена, мой коллега Максим Кембель с обзором криминальных новостей недели Не пропустите! Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА